Ну и в эти минуты торжественная линейка проходит в одной из школ подмосковного Путилково. Для ребят праздник двойной школы, новый, стал настоящим подарком к началу учебного года. На прямую связь выходит наш корреспондент Ольга Князева. Ольга, погода шикарная, как настроение у главных виновников торжества? Настроение отлично, но вы знаете, мы тут подумали, что лучше всех себя на 1 сентября, конечно, чувствуют первоклассники. Они еще не знают, что ждать от школы, плюсы, минусы и полны ожиданий и надежд. На самом деле, вы правильно сказали, все, кто здесь находится, они сегодня немножечко как первоклассники, потому что школа за моей спиной совершенно новая. Ее построили для жителей микрорайона Путилково. Он сначала активно строился, заселялся, и вот теперь новая школа. Скажи мне, пожалуйста, чего ты ждешь от школы? Наверняка мама уже рассказывала, что тут будет. Мама рассказывала о том, что здесь по физкультуре мы будем ходить в бассейн. Еще в классе мы будем сидеть по одному человеку. Это хорошо, что никто не будет списывать. Еще за школу будет очень хорошая детская площадка, большая. Ну списывать, это, конечно, даже немножко, наверное, обидно. А ты чего ждешь? То, что там будут много веселых секций. То, что там будет один большой спортивный зал. В каждом классе будет по одному дивану и много шкафов. Спасибо тебе большое. Ну школа действительно продвинутая. Кроме спортивного зала будут залы для занятий фитнесом, бассейн. Физкультура будет три раза в неделю, чтобы развивалась не только голова, но и как во всех других школах с 2018 года. Здесь будут работать секции по шахматам и астрономии. Скажите мне, пожалуйста, уже всех учителей подобрали? Да, подобрали всех учителей. И весь педагогический новый коллектив возьмет за руки своих ребятишек. И, конечно, с чудесным настроением пройдет в наши замечательные, новые, светлые, уютные, оснащенные по последнему слову техники кабинеты. Чудесное настроение у всех. У ребят, у родителей и у нас, у педагогического коллектива. Спасибо большое. Я напомню, что Москва в школу пойдет 3 сентября, а регионы и Подмосковья сегодня. Праздник остается праздником, и кто бы что ни говорил про День знаний. Все-таки это прекрасная пора. И сегодняшние мальчишки и девчонки из этой поры возьмут в будущую жизнь лучших друзей, а может быть, жен, может быть, будущих мужей. Так что праздник остается праздником, хоть и хлопотным, но неизбежным. Максим? Спасибо, Ольга Князева о Дне знаний в Подмосковье.